Всем привет! С вами Маша Лилпи и вы на моем ютуб канале! Уже вовсю идет первая четверть, но так не хочется учиться! Я решила, чтобы как-то себя вдохновить и порадовать, сделать подставку для канцелярии! Она будет вот такая красивенькая стоять, я буду любоваться, и возможно появится какая-то мотивация учиться. Ну, я на это надеюсь. А сделать я ее хочу из термомозаики! Я буду ее делать в стиле Hello Kitty, но не уверена, что мне хватит нужных цветов. Хочу, чтобы подставка была в фиолетово-розовых цветах. И также для самой Hello Kitty мне понадобится черный цвет для обводки и белый цвет. Ну, для самой Hello Kitty она же белая. Ну, в общем, если не хватит, то придется сделать вперемешку с какими-нибудь другими цветами. Придется придумать какой-нибудь узорчик. Но я надеюсь, что хватит. Пересыплю вот в такую вот тарелочку, чтобы было легче выбирать цвета. А то из банки тяжело. И из вот этой банки вот сюда. И смотрите, какой контраст. Здесь более такие темные и яркие цвета, а здесь более такие светлые и пастельные оттенки. Начну с передней части подставки для ручек. Там будет крупно нарисована Hello Kitty. Ну, точнее, не нарисована, а я ее выставлю из термомозаики. Сначала черным выложу контур мордочки Hello Kitty. Вот так вот получилось. Теперь надо сделать носик. Заполнить все белым. И потом будем заполнять фон. Вот такая вот красотень получилась. Теперь нужно все это прогладить. Для этого достаю свою любимую досочку. Кладу вот эту штукенцию. Для удобства вот так вот переворачиваю. И накрываю калькой. И проглаживаю. Главное не переусердствовать, чтобы не расплавилась основа. А то я уже через такое проходила. Было неприятно, потому что потом, ну, эта основа как бы она испортится. И все. И потом на ней ничего не собрать будет. Главное не сломать. Оно очень горячее. Не знаю, как это снять. И оно как бы ломается. Я думала, надо еще прогладить. Опа. Красота. Капец. Надо снять, пока оно не остыло. Иначе потом не снимется. И вот такая вот стенка получилась. Теперь хочу сделать передние части ящичков для мелочей. Ребята, я собирала, собирала и у меня закончились белые. Смотрите просто, смотрите, как немного не хватило. Это очень обидно. Но, как вы знаете, я руки не опускаю. И поэтому я решила, что буду делать бледно-розовеньким Hello Kitty. А если на вторую не хватит бледно-розового, то, возможно, сделаю бледно-голубой или бледно-фиолетовый. Получатся такие разные радужные Hello Kitty. Ребят, смотрите. Не хватило девять штучек. Девять штучек не хватило. Я искала просто. Я не знаю. Я вот так вот просто перебирала все тормозы. Каждую перебирала. Нет, ни одной розовой не осталось. Не хватило всего девять штучек. Ну вот, ребят, что это за закон подлости? Обязательно вот надо было, чтобы их не хватило. Очень обидно, но придется переделывать. И я не знаю, какого цвета. Голубого, что ли? Ну, кстати, может быть, реально голубой нормально будет? Для вас прошло пару секунд, а для меня сутки. Я вчера полночи делала эти детальки, и сегодня еще полдня. Вот эти вот все детальки. Процесс я не снимала, потому что была ночь, некому было мне помочь снять. Все спали, и оператор в том числе, а самой снимать сложно. Поэтому, если вдруг кто-то захочет сделать такую же, то схемки, каждые детальки я выложу в свой телеграм-канал Хамчакус в сети. Ссылочка в описании. В цветовой гамме, в сиреневых тонах, как я хотела, не получилось, потому что я не рассчитала, что понадобится так много термомозаики. И смотрите, сколько осталось. Помните, сколько было в начале этого видео, и сколько сейчас. Вот пастельный вообще, смотрите, ни о чем. Итак, вот такие вот у меня детальки. Это передняя часть стаканчика с Hello Kitty, и вот его боковинка, вот такая. Это верхушка комодика, вот одна боковинка, и еще одна боковинка. А это средняя часть, которая будет между ящичками. Тут вот, смотрите, вообще плохо получилось. Я пыталась отодрать кальку, но вот так вот отодралось. Кстати, ребята, а через что вы проглаживаете термомозаику? Напишите в комментариях. Вот у меня икеевская термомозаика, и она под калькой очень хорошо проглаживается, ничего не прилипает. А вот от хама, у меня вторая термомозаика, она очень сильно прилипает. Я с трудом отодрала кальку, пришлось все потом отмачивать в воде. Буду рада вашим советам. И вот два ящичка. Это передние их части, вот такие вот Hello Kitty миленькие. Это задние части. Боковинки. Кстати, вот здесь должна была быть полностью как бы синие детальки, но мне не хватило синего, и поэтому пришлось добавить оранжевый цвет. И низ ящичка, видите, тут тоже как-то плохо прогладилось, но это не особо важно, потому что это не будет видно, так как это низ ящичка. А заднюю и нижнюю части всей этой конструкции я решила, что сделаю из картона. Во-первых, мне кажется, что так будет крепче, во-вторых, легче, и в-третьих, мне, конечно, не хватило термомозаики. Она просто закончилась. Нет, ну как бы я думаю, там ее бы еще хватило, но там остались самые неподходящие цвета, такие как коричневый, темно-зеленый, в общем, такие неподходящие цвета. Потому что все равно у меня получилось все ярко и пастельно так. Ну что ж, начинаю собирать конструкцию. Для этого мне понадобится суперклей, если что, глаза берегу. И ножницы, чтобы подрезать детали, если какие-то не будут стыковаться. Начну, пожалуй, с ящичков. Они самые простые для начала, так, как разогрев. Сейчас клеить придется очень много. И, наверное, еще надо что-то подстелить на стол, чтобы к столу все не приклеилось. Кстати, я вот сейчас заметила, что, например, вот тут, видите, деталь не стыкуется. Потому что термомозаика, когда она расплавляется, она же плющится, и вот такая вот толстенькая становится. И поэтому некоторые детали могут не стыковаться. Поэтому сейчас придется подрезать края вот этой штуки немного. Доношу клей и вставляю детальку. Вот, задамс! Первые две детальки склеены! Теперь нужно приклеить вторую боковинку и задник. И вот такая вот коробочка, но пока что без донышка. И донышко как раз-таки я сейчас к ней приклею. Кстати, вот так вот я, смотрите, срезаю все закругленности на стыках, чтобы детальки лучше стыковались. Кстати, я перешла на клей-пистолет, им оказалось склеивать удобнее, чем клеем-моментом. И вот такой вот ящик у меня получился! Посмотрите, какой миленький! И, кстати, довольно-таки крепкий! Я думала, что он у меня развалится буквально сразу, но нет. Все крепко получилось. А также я уже сделала второй! Теперь начинаю делать основу. Беру две боковинки, вот эту вот перемычку, серединку, и склеиваю. Пока что-то выглядит криво, но в результате должно быть не криво. Теперь приклею сюда крышечку, а вот здесь сбоку детали стаканчика. Вот так вот, но пока что это какая-то не очень крепкая и надежная конструкция. Но, надеюсь, что нам в этом поможет картон! Из которого, как я уже вроде говорила, сделаю задник и нижнюю часть. Кладу вот эту данную конструкцию на картон и обвожу, чтобы сделать задник. Вот такая вот деталька получилась, но я думаю, что ее нужно обклеить какой-нибудь бумагой, не так же оставлять. Я нашла вот такой вот подарочный пакет и решила использовать его. Во-первых, бумага от подарочного пакета глянцевая, более прилично выглядит, а во-вторых, более износостойкая. Готово! Теперь на ней нужно отметить места для вот этих вот стыков. И потом надо будет это аккуратно вырезать. Но, не сказала бы, что получилось очень аккуратно, но этого всего будет не видно, потому что мы сейчас эту конструкцию приклеим сюда. Вот так вот, и я не ошибалась, правда, стала очень крепкой конструкция. И осталась самая последняя деталь! Нужно сделать дно. Для этого делаю все то же самое, что делала с задником. Обведу, потом обклею картон, вырежу дырочки и все приклею уже к конструкции. И вот такая вот конструкция получилась, на удивление очень крепкая. И давайте попробуем ставить ящички. Так, вот это я хочу, чтобы снизу было. Опа, идеально! И вот этот. Вау, как это мило! Посмотрите, какая красота! И сюда можно класть что-то, например, какие-нибудь точилки или ластики. А сюда расставить ручки. Мне нравится, как вышло, но я это делала очень долго, и понадобилось очень много таромомозаики. Так что, если у вас нет таромомозаики, в принципе, такую штуку можно сделать и из картона. Напоминаю, что в телеграм-канал в свой я выложу выкройки все. Вы можете их перевести на картон, вырезать детальки и точно так же склеить. Я думаю, получится не хуже. Ну, а если вы любитель таромомозаики, и у вас ее много, то можете сделать такую... Может быть, вам и на задник хватит. И на низ тоже. Но с картоном мне, правда, нравится больше, потому что сам органайзер стал крепче. Ставь лайк, потому что я очень старалась. Подписывайся на мой YouTube-канал и жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также подписывайтесь на все мои остальные соцсети, ссылочки на которые будут в описании под этим видеороликом. А также на мой телеграм-канал, Хамчакус сети, ссылочки на него тоже в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока! Как Хэллоу Китти, как Хэллоу Китти, с бантиком киская, как Хэллоу Китти.